Темная и совсем не по-южному довольно прохладная ночь. На автозаправочной станции мнутся с ноги на ногу три среднего возраста мужчины. Из недолгого разговора стало понятно, что представители Таджикистана, это были именно они, по всей видимости, стали жертвами банального развода. Таджики возвращались на родину из Москвы, где работали строителями. Вот только окончание поездки совсем не задалось. Будучи в Москве, строители, по их словам, договорились с водителем из Кыргызстана о том, что последний довезет их с ветерком на легковой прямо до Таджикистана, а затем поедет в свой родной Кыргызстан. Поездка в Первопрестольный началась с метро Котельническая. И затем по городам и весян. По словам потерпевших, всю дорогу они кормили и поили своего водителя, при этом и отношения были практически дружеские. Кстати, у кыргызстанца машина с транзитными перегонными номерами, потому казалось, что и передвигаться взаимовыгодно. А при въезде в наш регион у таджиков и начались приключения. Из рассказа строителей явствовало, что на одном из постов полиции водитель заявил, что у него большие проблемы и взял взаимы денег, пообещав рассчитаться, как только доедут до границы. Доехав до очередной АЗС, попросил пассажиров выйти и пересесть на другую машину, якобы родственника, который и отвезет их до Таджикистана. Сам же водитель отбыл в неизвестном направлении. Потом меня сюда поставил, он уехал. А что сказал он? Он сказал, что сейчас машина приехала, тебя возьмет на границу, отвезет туда. Прибывший водитель оказался просто наемным вызванным таксистом, который знать не знает о кыргызе. Потерпевшим и доброжелателям пришлось вызвать сотрудников полиции, которые, как показалось, тоже были озадачены тем, что дальше делать. По всей видимости, при желании найти перегонщика будет несложно, ведь транзитные номера машины остались на снимках камер и мобильных телефонов.